И вот все то, что произошло, к сожалению, рассказало не только о Путине всему миру, рассказало и о стране. И думать, что по мановению ока эта черная дыра будет выключена, черная дыра жутких санкций, остановки экономики, остановки финансов, нет, этого не произойдет. Ведь то, что называется вот той самой черной дырой, теми самыми санкциями, которые сейчас засосут страну, это ведь впервые адресовано не олигархам, не режиму, это адресовано населению. Вот власти по барабану будет стоимость хлеба, отсутствие автомобилей, медоборудования, у нее все равно все это будет. Чем еще нас удивит пятерочка? Сколько стоит сгущенка? 164 рубля, я думала 64. Сгущенка стоит 164 рубля. Ламбер, который позавчера еще стоил 700 рублей за килограмм, но мы-то его не ели, без того, сегодня уже стоит 1130 рублей за килограмм. Дай сюда. В период кризиса она говорит, можно маслица возьму? Я говорю, возьму. Я говорю, возьми. Она говорит, Димочка, ну оно 800 рублей стоит. Вот эта бутылочка драная, вы понимаете? В подвале разливают его где-то там, в Подмосковье стопудово, в мытищах. 800 рублей 500 миллилитров масла. Нормальная история? Доширак, кстати, чтобы вы понимали, уже 50 рублей стоит. А раньше собак кормили голодных на улице Дошираком. Я думаю, что Запад обнаружил, невозможно ведь скрыть, не заметить тот факт, что не менее 70% населения по факту одобряют эту *** и ею любуются. Можно успокоить себя тем, что они загипнотизированы пропагандой, что они не знают правды об ***, что аудитория телеграм-каналов гораздо меньше сопоставима с телевизионной и с населением вообще. Дело в том, что огромная ошибка этих просветителей, которые думают, что достаточно рассказать людям, и они прозреют и изменятся, вот эта вот наивность и глупость. Вот если все эти 70% узнают во всех подробностях о том, что происходит в Украине, у них не убудет восторгов. И зря Мордорнадзор боится того, что там цифры потерь станут известны или всплывут кадры *** Харькова. Зря трясутся. Когда просочатся уже в официальную сферу первые реальные сведения о *** русских солдатах, то я тебе могу сказать, что всякие там родительские комитеты, православные мачехи, они устроят торжественный марш с лозунгами «Еще нарожаем». И здесь тоже надо признаться и сказать, что все, что сделал Путин, все, что сделал Совет Безопасности, все, что сделала армия, сделано с согласием и с одобрением подавляющего большинства населения. Даже если сейчас там те же самые анонимусы уже основательно взломают эфиры всех каналов и по этим каналам пойдут реальные хроники украинских событий, ничего не изменится. И Мордор-контроль зря этого боится, что вот у населения что-то щелкнет в голове. Я могу сейчас сказать, что вот та интеллигенция, которая в ступоре от того, что за это время, за время *** рейтинг Путина подскочил до 71% с 60%. Подскочил. И это, скорее всего, правда. То есть тратить время на беседы и переубеждения не надо. Их жизнь научит разбираться в нюансах того, что такое правда, что такое ложь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова